Сейчас небольшой информационный блок. Могут арестовать Путина. Армения ратифицировала Римский устав, несмотря на возражения России. Решение сегодня поддержал парламент этой стороны. За ратификацию проголосовали 60 депутатов. Против были только 22 представителя оппозиции. Таким образом, Армения обязуется выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал, напомню, бессрочный ордер на арест российского диктатора Путина и детского амбуцмена России Львовой Беловой. Отмечу, ранее в Кремле решение Армении ратифицировать Римский устав назвали, цитирую, чрезвычайно враждебным. Российское министерство иностранных дел заявляло, что Ереван не учел предложение Москвы. И такой шаг будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Пентагон готов передать Украине часть своих дальнобойных ракет Атакамс с кассетной боевой частью. Как только президент Шаджо Байден одобрит этот шаг. Об этом в интервью Блумберг заявил помощник главы Пентагона по вопросам закупок Дуглас Буш. По его словам, американская армия, далее цитата, «уже давно готова к такому развитию событий и будет действовать быстро». Конец цитат. Представитель Пентагона рассказал, что ракеты, которые США могут отправить Украине, уже определены. Напомним, подписывайтесь на Freedom в Телеграм, чтобы знать правду. Сканируйте QR-код камерой своего смартфона и присоединяйтесь к числу подписчиков нашего канала. Если вы смотрите нас в YouTube, ссылка на канал в описании. Вы также можете легко найти нас по поиску в Телеграм, введя запрос Freedom. Получайте только самую достоверную и актуальную информацию о войне в Украине и событиях в мире. Субтитры делал DimaTorzok Нам виднее, ведь именно мы находимся в эпицентре событий. Итоговый выпуск дня. Пришло наше время. Ежедневно в 21.00 по киевскому времени на телеканале Freedom. Люди. Главная ценность Украины. Желание сделать мир лучше. Наличие новаторских идей. Дальновидные взгляды. Вот он, рецепт настоящего изобретателя. Академик Виктор Глушков стал легендой еще при жизни. Созданные Глушковым электронно-вычислительные машины Киев и Днепр стали фактически предшественниками персональных компьютеров. В 1997 году Международное компьютерное сообщество присудило Виктору Глушкову медаль «Пионер компьютерной техники». Николай Колбун – разработчик инновационного медицинского направления и технологии. А именно информационно-волновой терапии. Эта технология используется во многих направлениях медицины. Работами Колбуна в свое время заинтересовался Билл Гейтс. Он предложил биофизику и изобретателю пять грантов для развития этой технологии. Украина. Талантливая и трудолюбивая. Мы продолжаем наш эфир и далее о проблемах российского «Газпрома». О том, почему в стране бензоколонки образовался дефицит топлива. О зимнем защитном зонтике для Украины. И о том, как Россия будет воевать с энергетической инфраструктурой нашей стороны. Обо всем этом будем сейчас говорить с нашим гостем. Это Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины. Президент Всеукраинской энергетической ассамблеи. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте. Приветствую вас. Итак, «Газпром» отчитался и признал сокращение добычи газа в первом полугодии этого года. Это около 180 миллиардов кубометров. Из этого показателя можно предположить, что годовая добыча составит около 360 миллиардов кубометров. Я знаю, что похожие объемы были в СССР давным-давно, в 1970-е годы. Сейчас, как признает российский газовый монополист, добыча газа за полугодие сократилась на 25%. Причины открыто называют это санкции и отказ Запада от импорта российского газа. Итак, такого низкого показателя добычи у российского «Газпрома» не было за всю его историю. Иван Васильевич, какие ваши профессиональные прогнозы для «Газпрома», к чему это приведет? Ну, во-первых, мы еще раз будем констатировать, что Россия проиграла первую мировую энергетическую войну, которую она развязала, проиграла вчистую по всем направлениям. Что касается «Газпрома», то действительно вы назвали цифры, которые характеризуют сегодня объем добычи, объем экспорта. Ну, я просто хочу добавить, что максимальный объем добычи газа в России был где-то порядка 760 миллиардов. Это было где-то в 2017-2016, если мне не изменяет память. Сегодня, видите, 360 – это больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. И, конечно же, значительно сократился экспорт. Экспорт сократился тоже, где-то он составляет где-то 91 миллиард, при том, что максимальный уровень экспорта составлял около 200 миллиардов. И, естественно, финансовое состояние «Газпрома» удручающий, что не может нас не радовать. Попытки увеличить объем газа транспортировки в Китай. Да, там есть увеличение, но без строительства новых дорогостоящих газопроводов значительно увеличить объем экспорта в Китай не удастся. Ну и самое главное, давайте мы сейчас проанализируем. Уменьшился объем добычи, уменьшился объем экспорта, экономическое состояние плачевное, и оно будет ухудшаться, потому что эту инфраструктуру надо содержать. А инфраструктура огромная. И скважины, газоперекачивающие станции, люди, научные институты и так далее и тому подобное. Поэтому я не вижу каких-либо таких позитивных перспектив, даже наоборот, для «Газпрома». И с каждым годом ситуация будет ухудшаться. И вы видите, были заявления о том, что «Газпром» будет увеличивать государство, газификацию населенных пунктов и городов России. Это не делается. Работы такие, если проводятся, то они в большом объеме. Поэтому, я не знаю, как образно сказать, «Газпром» просто свернется в какую компанию, которая будет добывать газ для тех населенных пунктов в России, которые газифицированы, и какую-то часть будет продавать. Ну и абсолютно перспектива такая сложная с точки зрения на следующий год транспортировки газа через газотранспортную систему Украины в Европу. Договор заканчивается в 2024 году. И если мы прекратим прокачивать вот этот объем, он небольшой, где-то до 20-15-20, около этого миллиарда кубов газа, когда до военный период мы прокачивали больше 100 миллиардов кубов газа, то этот объем еще значительно уменьшится. И, конечно, это будет сказываться на экономике не только «Газпрома», но и оно уже сказывается, но и на экономике страны России как таковой. Иван Васильевич, хотел еще детально спросить о Китае. Вот сейчас, когда в «Газпроме» озвучивали и говорили открыто о снижении газодобычи, в то же время все равно сказали, что планируют нарастить прокачку газа в Китае, но при этом увеличить скидку для этой стороны до 50%. И, как предполагается, газ из силы Сибири будет стоить приблизительно 270 долларов за тысячу кубометров, но при этом газ для Турции и Европы будет продаваться почти на 200 долларов дороже, по 480 за тысячу кубометров. Тогда вопрос, послушайте, а зачем «Газпрому» такое явно убыточное китайское направление? Просто туда спихнуть можно больше, да? Ну, смотрите, первое, невозможно просто так взять и отключить скважину. Это очень сложный, дорогостоящий процесс. Поэтому можно уменьшить объем добычи, а просто так закрыть, это грозит и пожарами, и разными техническими такими вещами. Поэтому Россия будет стараться максимально распихивать газ, и поэтому вот эта скидка Китая, а Китай это понимает, и, конечно, он хочет получить максимальную выгоду, и поэтому вот рождаются такие скидки. А в Европу за 480 откуда прокачивается газ? Прокачивается газ через Украину, там, ну, часть на Турцию, и через Турцию, Южный поток и так далее. Поэтому цены будут еще снижаться, потому что Европа тоже уже обходится без российского газа и вполне может обойтись. Вот как Украина сейчас полностью, она, в принципе, обеспечивает себя своим газом. Мы слышим, Молдавия отказалась от российского газа, поэтому ситуация такая, плачевные перспективы, нельзя сказать, не очень хорошая, а не хорошая для Газпрома. И вот это доминирование многолетнее, вот эти требования, условия, это навязывание цены, навязывание своих условий, оно должно было рано или поздно закончиться, и вот оно закончилось. Продолжение следует...